Вот так с интерактивной кнопки в планшете, а непривычным макетом запускают один из самых современных заводов в стране. Крупнейшая в Европе фабрика комкования будет работать с передовыми технологиями. Это значительно увеличивает производительность. К примеру, конвейерная обжиговая машина позволяет получать около 800 тонн окатышей в час. В год это 6 миллионов тонн. Событие это важное не только для группы компаний Новолипецкого металлургического комбината, но и вообще для всей нашей металлургической отрасли, для нашей промышленности. Это свидетельство того, что даже в относительно непростой экономической ситуации мы в стране продолжаем строить заводы и фабрики, открывать новые производства. Производство окатышей полностью обеспечит НЛМК недорогим сырьем собственного производства. Раньше его приходилось покупать на внешних рынках. Теперь завод находится всего в 300 километрах от комбината. Запуск фабрики укрепит позиции компании как одной из самых эффективных в мире. 100% обеспеченность Новолипецкого комбината высококлассным продуктом. Это, конечно же, отражается на эффективность работы комбината, на том, чтобы и работники комбината, и все жители города Липецкой области жили чуть-чуть поудобнее. Но, конечно же, это очень впечатляет то, что, друзья, это самый крупный инвестиционный проект в России за прошлый год. Объем инвестиций действительно впечатляет. Более 30 миллиардов рублей. Расположилась фабрика на 22 гектарах. Это более 70 объектов. От садий сырья до отправки на металлургический комбинат окатыши проходят шесть этапов обработки в четырех корпусах, связанных между собой. Следят за этим специалисты из операторских пунктов. Здесь весь процесс производства как на ладони. Надо удерживать очень много информации, много параметров. Но у нас, как уже сказали, что все автоматизировано. Все параметры у нас выставлены на мониторе. Я могу посмотреть. Так что же такое окатыши? Это гранулы до 30 миллиметров в диаметре. Делают их из мелкой руды. И главное свойство – прочность. Они легко переносят транспортировку и длительное хранение. В основном этого добиваются за счет удаления из них влаги. Применяют окатыши как сырье для производства чугуна. Высокий состав железа снижает расход кокса на комбинате и увеличивает производительность доменных печей. Это удивительно, но производство безотходно. Все остаточные материалы, в том числе пыль, возвращаются обратно в технологический процесс. И так несколько раз. Навешившая система газоочистки улавливает 98% выбросов. В том числе даже самые микроскопические частицы. Это то, к чему металлурги шли долгие годы – созданию предприятия, абсолютно безопасного для экологии. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время, город Старый Оскол.